всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите эти монологи спасибо вам за то что пишите комментарии напоминаю вам о том что существует плейлисты в которых уже очень много много всего и перед тем как попросить показать ту или иную пластинку смотреть в плейлисты там уже столько что мало не покажется никому ну я говорил уже по моему два раза или три о том что среди всех английских групп которые относятся к направлению ненавижу эти направления название к условному прогрессив року или там арт року вот это все у меня есть две любимых группы это муди блюз и прокл хором и конечно я буду показывать пластинки муди блюз и прокл хором кое-что уже показано еще не все показано то что не показано будет показано надо бог с ним прокл хором брокен баррикейт 1971 год пластинка который мне дико нравится и не только мне но удивительное дело эта пластинка меньше всего похоже на прокл хором несмотря на то что я обожаю прокл хором да все прямо вот люблю собрал все и слушаю а это альбом меньше всего похож но все равно это та самая музыка которую я обожаю так уж получилось так получилось 71 год группа гастролировала в соединенных штатах америки очень плодотворно очень плотно очень напряженно масса концертов каждый день там через день каждый через большое количество публики хорошая отдача и финансовая и моральная в америке очень любили прокл хором в ту пору сейчас не знаю сейчас такие времена что непонятно что происходит но они пользуются очень очень большим успехом в америке после этого поехали в италию в италии были еще более грандиозные гастроли но при этом в италии их поили алкоголем все время когда узнавали вот я прочитал это я не свидетель этого всего прочитал что когда они приезжали в какой-нибудь отель там узнавали что приехали рок-музыканты сразу им выставляли на стол за завтраком за обедом за ужином большое количество алкоголя и заставляли все это пить потом группа играла концерт потом возвращалась в отель на завтрак опять ему значит будьте любезны отказаться невозможно итальянское гостеприимство экспансивные очень экспрессивные официанты и владельцы баров так что тяжело пришлось группе вернулись в англию в разобранном абсолютно состоянии уставшие одервеневшие окаменевшие стоунт как говорится но гарри брукер человек целеустремленный потому что мы будем записывать альбом что бы ни случилось мы каждый год выпускаем по альбому и этот год ничем не отличается от предыдущего стали готовить материал как говорят источники материал был написан за одну неделю во что я не верю ни одной секунды потому что музыканты такого уровня игра играющие вместе довольно давно выпускающие пластинку за пластинкой конечно у них были наработки конечно были эскизы наброски фрагменты песен уже в голове крутились и все это так ну не то что сели чистый лист давайте писать песни нет конечно все это журналисты еще не то напишут но материал подготовили пошли в студию в студию джорджа мартина с 16 канальным оборудованием с отличной техникой самой современной на тот момент времени но мартин не записывал этот альбом а продюсировал его наоборот крис томас продюсер который работал с прогул хором уже довольно давно и как говорится был почти что членом группы но бывает такое когда продюсер нравится да и у них складывается такое вот общее ядро продюсировал надо сказать отлично притом не не только спродюсировал а в песне брокенбарри кейтс он сыграл на синтезаторе муга не знаю что он там сыграл но он его настроил запрограммировал нашел тембра подобрал и придумал партии и я так думаю что и сыграл хотя в кредитах он не указан как исполнитель на муге в брокенбарри кейтс в одной единственной песне ну все остальное записал спродюсировал аранжировал ну как что знаешь продюсер 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 прикладывает руку ко всему к аранжировкам иногда к тексту иногда и к сольным партиям когда в общем к музыке очень серьезно все это дело ровняет и превращает в коммерческий в хорошем смысле этого слова продукт но почему я сказал что пластинка не похожа на прокл хорум матью фишера уже нет органиста и вокалиста и робин травлер взял на себя слишком много что хорошо кстати говоря робин травлер прекрасный музыкант замечательный гитарист я его очень люблю пластинки вы собираю также как и костя кинчев который очень любит робина травлера я про это как-то тоже уже рассказывал а робин травлер гитарист блюзовый роковый блюзовый психоделический и увел немножко звучание группы в другую сторону в свою то есть вот если начать например слушать альбом с песни да даже не memories drive не мы не меморил драйв а song for a dreamer на второй стороне психоделическое гитарное полотно отлично играет робин травлер две или три гитары как у джимми хендрикса все паре как как на альбоме electric lady land на самом деле больше всего напоминает эта песня она бы могла войти в альбом electric lady land джимми хендрикса все летит переливается по панораме все это разлетается складывается опять разлетается переплетаются гитарные партии робин травлер поет где гарри брукер я не знаю хотя он там что-то там присутствует ну в общем это совсем совсем такая хендриксовская вещь она и посвящена джимми хендриксу потому что травлер обожал и музыку хендрикса и артиста джимми хендрикса и играл достаточно похоже на хендрикс и мы слушаем у меня что это стоит какая-то такая психологическая гитарная штука потом можно сразу перескочить на песню про мохаммед бедный мухаммед классический английский тяжелый гитарный блюз со слайд-гитарой жесткой очень играющий интервалами жесткая такая драйвовая блюзовая композиция где проклхарум непонятно при этом совершенно это такое ощущение что это какой-то новый состав группы джона мэйла с робином травером что-то вот такое потом можно перескочить на первую сторону вот нас тут самым на ту самую мемориал драйв да кстати пор мохаммед поет тоже робин трава перескакиваем на мемориал драйв еще один ритм он блюз пободрее чем бедный мухаммед пободрее но тоже привет от хендрикса с одной стороны и от джона маяла с другой стороны и робин травер в середине и такое жесткое гитарное рубилово проклхарум не проклхарум но да но поет правда здесь гарри брукер уже мемориал драйв это три песни всего которые просто переворачивают восприятие все что мы слушаем неужели проклхарум превратились в такую тяжелую гитарную блюзовую группу но превратились но не совсем потому что после этой пластинки робин трава ушел из коллектива и занялся сольным творчеством очень хорошим обожаю покажу все пластинки очень кайфово но начинается альбом с грандиозного полотна simple sister одна из самых наверно ярких песен группа проклхарум одна из таких мощнейших она действительно мощнейшая по всем статьям и по рифам и по игре брукера и по его пению и по гитаре которая тоже здесь никуда не делай стравер во все играет на играет то что сказал ему гарри брукер играет тяжело громко но в рамках чуть-чуть блюзовости там добавляет но все все в каноне сказать гарри брукеров sky музыки серьезное такое около симфонической замечательное фортепианное соло в середине уникальное можно сказать крис томас притормозил немножко ленту уменьшил скорость гарри брукер записал такой ты дед и 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 такую штучку потом лента вернулась в нормальное состояние по скорости и получился такой абсолютно механический звук фортепиано какой-то просто близкий к не индастриала ну а к современному как он такому вот технократическому звучанию и на фоне этого дед и дед и дед и дед и вот этой трели брукер играет уже второе слово чуть поближе к нам чуть погромче на фортепиано и очень завораживает эта штука она длинная вот это со солирующая часть она длинная а песня очень мрачная тяжелая подключается оркестр как мы любим управлял хором и финал просто оперный театр дрожит эти самые ложи падают кресла ломаются публика вся валится друг на друга это такое ощущение от финала этой песни simple sister и потом оперный театр весь улетает в космос не будем говорить ничего плохого вот так вот в общем ах бац все ну а потом немножко перед и передышечка брокен боли кейтс вот эта самая песня где играет на муге крис томас на фортепиано играет гарри брукер оркестрик звучит все красиво такая очередная сюита от брукера memorial drive я уже сказал неожиданно после красоты брокен боли кейтс ритм и блюз тяжелый и лускус дэлфи или ласкус дэлф можно по-разному произносить эту штуку это уже здравствуй традиционный прокл хором это очередная сюита коротенькая от гарри брукер ну коротенькая не очень коротенькая такая довольно около трех минут по нам она идет и никому надо посмотреть да почти четыре минуты но она абсолютно классическая для гарри брукера кто любит гарри брукера я люблю музыку эту так что я с удовольствием я слушаю никаких откровений здесь уже наверное слава богу нет потому что перекос в сторону тяжелого блюза он для любителей гарри брукера немножко странен мягко говоря power failure power failure забыл как произносится вот это вот когда я когда я отключил батарейки как поет один отечественный певец да если я не что-то там батарейки не заменю и что-то как эта песня такая про батарейки была в общем вот отказ питания довольно странная песня нервная очень какая-то дерганная такая и ни с того ни с сего вдруг барабанное соло длиннющее и не просто барабанное еще и с перкуссией и непонятно опять что это куда это понесло вдруг группу вот это барабанное перкуссионное соло а потом бабац и опять финал с оркестром такой симфонический из трех частей короче говоря пьеса так корректно говорит пьеса из трех частей сначала нервно потом барабаны а потом симфоническая часть ну вот и хорошо всем сестрам по серьгам дальше song for a dreamer я уже говорил привет от хендрикса причем привет от хендрикса один в один вообще мы уже забыли про то что когда-то здесь играл мэтью фишер что тексты пишет китрейт тот же самый штатный текстовик штатный поэт группы что играет гарри брукер все все это в прошлом уже пошел джимми хендрикс образца 1969 года ничего страшного playmate playmate в домов но вспомним все таки что это гарри брукер мы вернулись к традиционному звучанию про кухару слава богу потому что следующий номер бедный мухаммед он совсем уже мозги нам раскрушить а это очень хорошая сложная длинная красивая около симфоническое произведение которое возвращает нас из психоделических полетов робина травера на землю к своему проигрывателю к своим колонкам к пластинке которую мы слушаем и слушаем английский прогрессивный рок образца 1971 года очень пластинка очень странная но при этом очень хорошая то что она придумана за неделю я повторюсь я не верю потому что робин травер мог за неделю придумать эти три песни классический британский блюз все остальное требует серьезного вдумчивого подхода так что очень советую 71 год брокенбарри кейтс прокал хором я пошел пить пока